Российский историк в очередной раз развенчал мифы, придумываемые армянами. Глава МИД Армении Заграб Мнацаканян, попытался разъяснить ситуацию с героизацией фашизма на территории Армении, но тем самым поставил себя в глупое положение. Армянский министр посетовал на то, что в настоящее время, якобы искажается правда о роли армян в победе в Великой Отечественной войне. Российский историк Кавказовет, политолог Олег Кузнецов, прошелся по недавнему выступлением нации Каняна и попытался раскрыть глаза армянскому министру относительно реальных событий, произошедших в годы Великой Отечественной войны. С глубоким интересом, плавно перерастающим в сарказм, прочитал тезисы из выступления главы МИД Армении, особенно ту часть, в которой говорится о 89-й стрелковой дивизии РКК, формированной из армян. Вот где господин Нацаконян позволил себе врать нагло, открыто и цинично, сказал историк. Действительно, дивизия была сформирована в ноябре 1941 в Ереване, но уже 31 октября 1942 года под Моздоком, гитлеровцам в плен сдался 526-й стрелковый полк этой дивизии, а 9-го, 10-го февраля частями вермахта, были на голову разбиты 390-й и 400-й стрелковый и 521-й артиллерийский полки, причем на участке 390-го полка, 900 армян без боя сдались, 40 германским автоматчикам на 8 танках, а командование 521-го полка перебежало на сторону гитлеровцев. Хоть бы Википедию прочитали для приличия, прежде чем рот открывать и так безостенчиво врать. К слову, армянская разведывательная, диверсионная зандеркоманда, впоследствии, Абвергруппа 114 Дромедар, в 1943 году более чем наполовину состояла из перебежчиков, из состава именно 89-й стрелковой дивизии 1-го, то есть армянского, формирования. В штурме Берлина, участвовала 89-я стрелковая дивизия советской армии, 2-го формирования, в которой армян уже практически не было, сказал Кузнецов.